Артём Викторович, мы докладываем одно, по факту получаете другое. Это что, мы кого обманываем? Самого себя или президента? Несмотря на то, что ещё 10 ноября замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстан Артём Чукин заявлял о готовности автодорог к зиме на все 100%, на деле выяснилось, что как минимум в пяти районах республики вообще отсутствует необходимая снегоуборочная техника, либо нет песка для обработки проезжих частей, а кое-где в автопарках стоят лишь изношенные старенькие тракторы. И об этом Артём Чукин решил в докладе умолчать, за что и был удалён с трибуны. Пояснения мы ждём от районов, и пояснения от этих районов, кстати, на сегодняшний момент не поступили. Артём Викторович, я ничего для улыбки этого не вижу, если честно. Вам почему-то смешно? Мы на празднике, что ли, находимся? Садитесь. Это будет самое правильное решение. На устранение всех проблем Шамиль Гафаров дал срок 10 дней. По истечении этого времени главам исполкомов придётся доложить о всех существующих проблемах и путях их решения. С этими тракторами, которые старше нас по возрасту, дорогу не уберёшь. Всё сказано, это работает. Да, это работает, конечно. Особое внимание руководитель аппарата кабинета министров просил обратить на холмистые дороги, такие как на трассе М-7, где практически с года в год повторяется одна и та же ситуация. В километровых пробках стоят больше грузы. А всё потому, что несвоевременно работает снегоуборочная техника или не посыпаются реагенты. По статистике, в почти каждом третьем дорожно-транспортном происшествии выявляясь недостатки содержания дорог, связанные с нелетворительным состоянием проигрышащихся и обочин, отсутствием искусственного освещения, ограждений, ну и, соответственно, отсутствием искусственных неровностей. Главный государственный инспектор республики сделал акцент и на пешеходных переходах, которые местами остаются неблагоустроенными и не соответствуют нормативам. На таких участках уже погибло 15 пешеходов. В завершении заседания всем участникам вице-премьер республики поручил находиться в боевой готовности на случай ухудшения погоды.